Для начала я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда. Меня зовут Пуя. Я студент. Я приехал из Ирана. Не Ирака, а Ирана. Иран – это персидская сторона. Я из религиозной семьи. Мой отец и моя семья мусульмане. Я родился как мусульманин, но я не хотел рождаться мусульманином по определенным причинам. Я просто родился в такой семье, но до сих пор я не принял ислам из-за определенных неясных моментов. Мой основной вопрос о том, я имею в виду о прошлом времени, тысячу лет назад, о времени, когда ислам пришел в мою страну, и мы стали мусульманами. Поэтому, как я читал в истории и тому подобное, я обнаружил, что арабские страны напали на мою страну. Они вторглись в мою страну силой, и силой принудили нас принять ислам вопреки желания нашего короля. Так что Персия была древней страной, и она была самой цивилизованной страной с древних времен до современности. Мы верили в настоящего Бога и поклонялись настоящему Богу. Нашей религией было заострянство. И Заратустра был нашим пророком. Поэтому мы также верили в хорошие вещи, хороший нрав и хорошие слова. Так что даже Сайрос, который был королем Персии, делал много хороших врачей. И некоторые люди были даже восхищены им, и они называли его Мессия. Он делал много хорошего. Но он никогда не говорил, что он пророк посланный Богом. Но даже когда он атаковал другие страны, он никогда не убивал гражданских. И он никогда не насиловал женщин, и никогда не принуждал менять религию. Даже те, которые поклонялись корове, он уважал их. Даже тех, которые поклонялись ненастоящим коровам. Он мог бы заставить их поклоняться тому же, чему поклонялся он. Но в исламе, если вы продвигаете вашу религию, я имею в виду, это не значит, что вы должны заставлять кого-то. Вы не должны заставлять их принять эту религию. Потому что, знаете, у человека должна быть свобода выбора. Так что у каждого должны быть права. Права человека. Поэтому, может быть, те люди не хотели эту религию. Так почему вам нужно было их атаковать, чтобы заставить их силой? Это мой главный вопрос, который заставил мое сердце сомневаться. По этой причине моя вера упала. Брат, ты перс? Да, я из Персии. Я являюсь персом. Ты перс? Вы имеете в виду по национальности? Нет, я имею в виду, ты последователь зероастризма? Нет, я не исповедую никакой религии. Ты не следуешь никакой религии? Но ты сказал, что твои родители... Мои родители мусульмане. Но из-за этой путаницы и прочей я никогда не пытался следовать религии. Я лишь верю в настоящего Бога и делаю добрые дела. Так ты веришь в Бога и делаешь хорошие вещи? Откуда ты берешь принципы добрых дел? Ну, добрые дела — это не причинять вред другим. И что бы ты ни делал, не вредит другим. Это первая вещь. И делать много добрых дел, помогать другим, сколько можете. И верить в настоящего Бога, а не камням или животным и чему бы ты ни была. И я верю, что Бог един. Значит, это твоя собственная философия? Значит, ты изобрел себе новую религию? Я не изобретал религию, я лишь следую тому, что у меня в голове. Потому что я знаю, что Бог дал нам мозг. И я не утруждаю свой мозг простым следованием какой-то книге. Брат говорит, что он постоянно думал и размышлял. И он сказал, что Бог не может быть камнем. Кто тебе сказал, что Бог не может быть камнем? Как бы ты ни было, я отвечу на твой основной вопрос. Твой основной вопрос в том, что мусульмане пришли в Персию, и они победили и заставили людей принять ислам. И что никого не нужно принуждать. Я согласен с тобой. То, что нужно здесь отметить, сегодня СМИ и медиа пропагандируют то, что ислам распространялся мечом. Я знаю, что есть определенные плохие примеры в мусульманском обществе. И были определенные мусульманские правители, которые делали неправильные вещи. Но в целом, ислам никогда не распространялся мечом. Ислам никогда не распространялся мечом. Вы имеете в виду мечом? Да, меч. Меч, то есть по принуждению. Как ты сказал, мусульмане пришли и завоевали Персию и так далее. Как ты можешь видеть, это происходит везде, когда происходит война. Но в исламе это ясно упоминается во второй суре Бакара, в 256 аяте. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. То, что мы видим сегодня, если вы проанализируете... Мы, мусульмане, были властителями арабских земель более чем 1400 лет. Так что последние 14-летия мусульмане были властителями арабских земель. Некоторое время назад пришли британцы и пришли французы. И всем было известно, что мусульмане являются правителями этих земель. Но даже сегодня есть более 9 миллионов христиан, коптских христиан, проживающих на этих землях. Это значит, что есть целые поколения христиан. Поэтому, если бы мусульмане хотели, они могли бы заставить каждого немусульмана принять ислам острием меча. Эти более 9 миллионов христиан являются свидетелями, и они могут поклясться, что ислам не распространялся острием меча. Также мы, мусульмане, правили Индией более чем 1000 лет. Мы правили Индией более чем 1000 лет. Если бы мы хотели, мы могли бы заставить каждого немусульманина-индуса принять ислам лезвием меча. Сегодня более чем 80% народа Индии – немусульмане. И эти более чем 80% немусульманских индусов, они могут подтвердить и засвидетельствовать, что ислам не распространялся мечом. Скажи мне, какая мусульманская армия захватила Индонезию? Сегодня Индонезия является страной с наибольшим количеством мусульман. Более 200 миллионов мусульман. В Малайзии более 55% граждан Малайзии – мусульмане. Я спрашиваю тебя, какая мусульманская армия пришла в Малайзию? Какая мусульманская армия приходила в твою страну? Какая мусульманская армия приходила в Восточную Африку? Это был бизнес, это были торговцы. Когда они пришли сюда, люди приняли эту религию. Но это глобальные медиа, которые промывают мозги людям и внушают, что ислам распространился мечом. Да, было несколько человек, было несколько плохих примеров из мусульманского общества. Брат, ты задал вопрос. Да слушай до конца. Ты задал мне вопрос и рассказал о своем происхождении. И я слушал. А сейчас ты поднимаешь руку. Я ведь еще не закончил мой ответ. Я понял, можете продолжать. Если ты задал вопрос, ты должен выслушать ответ до конца. Потому что если ты будешь думать об очередном вопросе, ты не сможешь слушать. Я доктор. Я знаю. Если ты думаешь, то ты не можешь слушать мой ответ. Если я попрошу повторить, то ты не сможешь вспомнить даже 25%. Поэтому, когда ты слушаешь, ты должен дать внимание. Я доктор. И немного психолог. Так что это пропаганда медиа? Если ты прочитаешь Томаса Карлайла... Томас Карлайл — это историк. И он поставил в своей книге «Герои и почитание героев и героические истории» он поставил на первое место личность пророка Мухаммада. Да богословит его, Аллах и приветствует. Хотя он сам является христианином. Он говорит, если бы каждая новая идея происходила бы в голове одного человека, в голове одного человека во всем мире, это было бы хорошо, если бы он взял ее как меч и начал распространять. Сначала вам нужен меч. Он имел в виду интеллектуальный меч. И ранее был проведен опрос с журналом «Простая правда». И это исследование было про увеличение основных мировых религий за 50 лет. В промежутке 50 лет. От 1934 года до 1984 года. И за последние 50 лет самая быстрорастущая религия, как об этом было сказано в книге 1994 года, первая, самая быстрорастущая религия – это ислам. 235%. Христианство – только 47%. Я спрашиваю тебя, какие войны происходили между 1934 и 1984 годами, что вынудило немусульман принимать ислам? Какие войны? Какие? Сегодня, оставь в прошлой стороне. Сегодня самая быстрорастущая религия в Америке – это ислам. И самой быстрорастущей религией в Европе является ислам. Я спрашиваю тебя, кто заставляет американцев принимать ислам? Кто принуждает европейцев принимать ислам? Ты еще не был рожден тогда. Это было в далеком прошлом. Ты сказал, арабы пришли в мою страну и принудили меня. Где ты был в то время? Это история. А в истории много неверного. Выдающийся историк Деласа Алирия в своей книге «Ислам на перекрестке» писал, «Однако история проясняет, что легенды о фанатичных мусульманах, захлестнувших мир войной и заставлявших покоренные народы принимать ислам под угрозой меча, является одним из самых фантастически абсурдных мифов, о которых историки когда-либо твердили. Это СМИ сегодня только и говорят, что мусульмане-террористы, мусульмане-экстремисты. Я спрашиваю тебя, был ли какой-нибудь мусульманин, который атаковал тебя в этой стране? Нет, никогда. Но СМИ говорят, что мусульмане-террористы. Но медиа говорят чепуху. Но история тоже говорит чепуху. Если медиа говорят чепуху, история тоже говорит чепуху. Некоторые вещи достоверны, а некоторые нет. По этой причине я хотел бы закончить свой ответ цитатой Адама Персона. Доктор Адам Персон сказал, люди, которые беспокоятся о том, что ядерное оружие однажды попадет в руки арабов, не понимают, что исламская бомба уже сброшена. Она упала в день рождения пророка Мухаммада, мир ему. Спасибо, доктор Закер, за ваш ответ. Но дело в том, что я не получил правильный ответ, потому что это не медиа, это история. А история — это что-то, что не может быть написано ложным образом. Потому что если бы она была написана неверным образом, то ее можно было бы изменить. Но это истинная история во всем мире. Брат, ты помнишь цитату, которую я привел, которую сказал Делас Адлире? Ты можешь повторить ее? Повторить что? Повторить цитату Делас Адлире. Я сказал ее дважды, не один раз, а дважды. Большинство цитат я говорил один раз, но эту я сказал дважды. Повтори хотя бы 50%. В чем смысл моего повторения этой цитаты? Я просто хочу узнать, осталась ли она у тебя в памяти или нет. Нет, я не запомнил ее. Это история. Я спрашиваю тебя, ты можешь повторить мой ответ, который я дал тебе ранее? Если ты не можешь повторить, это значит, что мне снова придется повторять мой ответ. Ты не слушаешь меня. Ты думаешь о чем-то другом. Нет, я слушаю вас. Я спрашиваю, ты можешь повторить цитату Делас Адлире, известного историка? Нет, я не могу. Я говорю это в третий раз. Сначала послушай. Ты должен слушать, Делас Адлире сказал, однако история проясняет, что легенда о фанатичных мусульманах, захлестнувших мир войной и заставлявших покоренные народы принимать ислам под угрозой меча, является одним из самых фантастически абсурдных мифов, о которых историки когда-либо твердили. Делас Адлире говорит, что история лжет, а ты говоришь, что веришь истории. Делас Адлире говорит, что когда историки говорят о фанатичных мусульманах, которые пошли войной на весь мир, это самый абсурдный миф, который повторяли историки. Поэтому ты был введен в заблуждение мифам. Поэтому теперь прими это как миф и забудь о нем. И поверь факты. И ты найдешь истину, если прочитаешь Коран. Иншалла, я хочу, чтобы ты вернулся в ислам. Чтобы ты вернулся к религии твоих родителей по воле Аллаха. Спасибо.